Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Системное развитие региона. Именно этот принцип Павел Молков обозначил главным во время прямой линии с жителями области. Плановое восстановление. Дом на улице Пушкина антримонтируют к концу января. Клиент «Черного дельфина», фигурант дела об убийстве и насилии в Шилово, выслушал приговор. В необычном месте провел прямую линию с жителями региона губернатор Павел Молков. На связь он вышел прямо с павильона ВДНХ в Москве. Впрочем, суть беседы и количество вопросов, а их было около двух тысяч, не сильно изменились. Основные тезисы в нашем следующем обзоре. Через социальные сети Центр управления регионом в этом году получил более 72 тысяч обращений. С этой статистики начал общение с жителями Рязанской области Павел Молков. По его словам, сегодня у каждого министерства, в зависимости от скорости реакции, есть свой рейтинг. И это, как заявил губернатор, хороший стимул. Уборка снега сегодня тема номер один. И дело здесь не столько в цифрах, которые ежедневно озвучивают городские власти. Важно качественно улучшать работу в динамике. Ставка на механизированную уборку. Мы сейчас увеличиваем количество снегоуборочной техники. Вот в этом году выделили более 150 миллионов рублей на закупку новой техники. В том числе 41 миллион рублей. Это субсидия для города Рязани. И, соответственно, и в будущем году, и в последующих тоже продолжим выделение денег на новую коммунальную технику. Вот это и есть системная работа от года к году постоянно. Упор сейчас делаем на закупку малогабаритной техники для уборки тротуаров. Общественный транспорт – тема, которая сегодня тоже в топе вопросов от рязанцев. Обновление троллейбусного парка идет системно. В этом году на линию вышли 23 новых троллейбуса. Еще 5 прибудут на следующей неделе. В общей сумме на линию вышли уже 58 новых машин. Парк обновили на три четверти. Также у нас за полтора года на линию вышло 92 новых автобуса большого класса. До конца года придет еще 25 новых автобусов. Тоже все большого класса. Все работают на газомоторном топливе. Это к тому же еще и большой плюс к экологии в городе. В следующем году уже точно поступит еще 28 таких автобусов. И мы работаем над тем, чтобы еще увеличить закупку поступления от нового транспорта. У частных перевозчиков теперь тоже новые правила. В части соблюдения маршрутов. В случае отклонения от расписания рейсы не засчитываются. А при перевозке льготников установлен новый показатель результативности. Субсидию участник получит только в том случае, если выполнит не менее 80% от плана всех рейсов. В час пик автобусов полно. Тогда, когда людей мало ездят, тогда частники вообще могут и не приезжать. Такой подход, конечно, категорически не годится. Мы с частными перевозчиками работу ведем для того, чтобы эту ситуацию исправить. Принимаем ряд мер. Например, мониторим сейчас автобус с помощью системы ГЛОНАСС. Сколько машин на линиях. Процент выполненных рейсов. Время прохождения через остановки. Отклонения от схемы движения. А еще Рязанцев интересовало, когда будет открыт Кремлевский музей. Долгое время там не было никаких работ. Но на сегодня, по словам Павла Малкова, ремонт полностью завершен. Площадь фундохранилища теперь увеличена втрое. Предварительная дата открытия 25 декабря. Получилось, на мой взгляд, очень интересное место. С большими возможностями, с точки зрения исторического музейного наполнения, с точки зрения музейных технологий, самых современных. В целом музей более 20 тысяч квадратных метров. Как мне сказали, это один из самых больших музейных проектов в целом на территории всей страны за последние несколько лет. У нас там есть и выставочные залы, и эколаборатория, планетарий, детский центр, лекторий, библиотека, многофункциональный зал, всякие разные сувенирные лавки, кафешки и прочее. Загрязнение атмосферы в Рязани – еще одна актуальная тема. По словам губернатора, источников сегодня выявлено сразу несколько. С каждым власти работают персонально. Забор воздуха на территории города производят каждые 20 минут. Посредством диагностики прогресс уже ощутим. На основе этих данных с промышленниками разбирается прокуратура. В управлении энергетики и ЖКХ администрации Рязани состоялась встреча с жителями дома 47, корпус 2 по улице Пушкина. В ней приняли участие исполняющие обязанности заместителя главы администрации Рязани Михаил Рамодин, начальник управления капитального строительства Сергей Клепяков и заместитель начальника управления энергетики ЖКХ Эдуард Алтунин. Восстановительные работы в доме завершены. Фундамент укреплен, смонтирована новая лестница. Некоторые квартиры уже готовы к заселению. Капитальный ремонт дома по улице Пушкина, пострадавшего в марте от взрыва, практически завершен. Здесь укрепили фундамент, восстановили стены, провели абсолютно новые инженерные коммуникации. Некоторые квартиры уже готовы к заселению, ждать осталось совсем немного. На конец января гарантированно все получат свои ключи от квартир. Фактически это, скорее всего, произойдет раньше и даже будет происходить поэтапно. Потому что, как я уже обозначил, к примеру, одна квартира уже под ключ сделана. Поклеенные обои, ну там мелочевка осталась, там условно розетки поставить, унитаз, раковину, ванну и квартиру уже можно отдавать. В некоторых квартирах еще пока идет отделка, после полного высыхания слоев штукатурки подрядчик приступит к поклейке обоев. Их хозяева выбирали самостоятельно. На собрании жильцы решили, что лучше подождать, доделать все работы качественно и только потом переехать в обновленные квартиры. Батареи уже стоят новые, то есть все трубы новые. Поэтому, я думаю, это лучше для этого дома, что могло быть. То есть полное восстановление, замена всех коммуникаций. Я человек пожилой, и я за свою квартиру дорожал уже за нее, потому что мне было обидно. Столько я вложила средств и вдруг вот, и ее начнут все ковырять. Ковырять и думаю, что же. Они говорят, не переживайте, будет все хорошо, и такая же будет отличная. Вот все хорошо. Мы туда ходим почти каждый, не каждый день, а через день. Все время. Обои выбрали себе? Да, мы выбрали, как сказали, все записали и отдали уже. Все работы идут параллельно, служба газа тоже на финишной прямой. Во всем доме теперь будет новое оборудование с полным соблюдением техники безопасности. Да и вообще, с точки зрения безопасности и энергоэффективности, дом будет соответствовать самым современным стандартам. В громком и резонансном уголовном деле поставлена точка. Речь идет о преступлении, совершенном еще в августе прошлого года. Тогда рецидивист набрал себе сразу 4 статьи Уголовного кодекса. Подробности далее. Приговор пожизненный. Такой вердикт вынесут 37-летнему столичному жителю. Год назад его преступление вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Напомним, все произошло 7 августа в поселке Шилово. Там отдыхала компания, парень и две девушки. К ним подошел познакомиться этот столичный житель. Дальше по классике. Сели, выпили. Во время распития с ним из спиртных напитков у него возник умысел на совершение преступления против половой неприкосновенности в отношении 15-летней девушки. С целью облегчить совершение данного преступления мужчина решил убить молодых людей, которые находились вместе с потерпевшей. Реализуя задуманное, он нанес несколько ударов ножом 17-летнему молодому человеку и 21-летней девушке. Несмотря на эти раны, ребятам удалось сбежать. Впоследствии их доставят в больницу, где парень от полученных ранений скончается. Но это будет после. На тот момент столичный житель остался один на один с 15-летней девушкой. И от задуманного его ничто не останавливало. После того, как 15-летняя девушка осталась одна, мужчина причинил ей тяжкий вред здоровью. Изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера. После чего скрылся с места преступления. Задержали его по горячим следам. Преступник этот, рецидивист, уже сидел за изнасилование и грабеж. Да и признательное показание по делу дал. Дальше работали следователи. Сборы закрепления доказательств. 24 судебных экспертизы. Несколько судебных заседаний. В итоге никаких смягчающих. Пожизненное лишение свободы. В библиотеке имени Горького презентовали книгу Владимира Хомякова. Сборник сердцебиения русского глагола. Это квинтэссенса стихотворений, поэм и воспоминаний автора. Как прошла литературная встреча, расскажем далее. Презентация новой книги всегда важный и волнительный момент для автора. Владимир Хомяков пишет стихи с 17 лет. В новый сборник вошли стихотворения, поэмы и воспоминания. О книге. Лет пять назад она была задумана. Была такая попытка собрать те произведения, которые вызвали интерес у читателей. Ну, почти за полвека тогда. И потихоньку это дополнялось теми произведениями, теми стихами, какие вдруг складывались в последнее время. И фактически книга была завершена в 22-м году. Выход книги отсрочила безвременная потеря. Погибли дочь и сын Владимира Хомякова. Им поэт посвятил отдельные строчки. Понятно, что за 50 лет творческой деятельности у Владимира Алексеевича произведений гораздо больше, чем напечатано в сердцебиении русского глагола. Но по словам самого автора, часть поэмы и стихотворений он оставил за бортом. А в сборник вошли только самые важные строки. Этот край далеко от столицы. Здесь так редкие, высокие гости. Здесь перед властью не падают птицы. И хранят свою грусть на погости. О семье, о потерях, о бессмертных моральных ценностях и о взаимоотношениях между людьми. В книге затронуты разные темы. Все те, которые волнуют как автора сборника, так и его поклонников. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спонсор программы «День города» выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер». За услуги ЖКХ теперь станет платить проще. В регионе создают единый расчетный кассовый центр. Свою работу он начнет с января следующего года. А сейчас идет полная подготовка. Откроют этот центр на базе ООО «Эргмэк», объединив его с КВЦ. Подробнее о едином расчетном кассовом центре расскажем далее в сюжете. Газ, электричество и другие услуги ЖКХ теперь будут в одной платежке. Единый расчетно-кассовый центр обеспечит прозрачность взаиморасчетов между потребителями и обслуживающими организациями на территории всей Рязанской области. По аналогии с МФЦ. Все 34 офисы КВЦ, которые сейчас действуют на территории города и области, останутся, будут продолжить свою работу. Также будут работать два передвижных мобильных пункта. А также зал обслуживания наш Рыгмэковский присоединится к общему офису обслуживания. При принятии такого решения анализировался опыт. И опыт положительный. В частности, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Тарстан, такие центры действуют именно на базе гарантирующих поставщиков электрической энергии. Опыт положительный позволяет это дело все развивать более качественно. Жители города и области смогут быстро и удобно оплачивать коммунальные услуги, контролировать процесс начислений и решать все вопросы в режиме одного окна. Для удобства пользователей в личном кабинете МПКВЦ будет закреплена ссылка с переходом на сайт ООО «Эргмэк», где, согласно инструкции, клиенты после авторизации продолжат пользоваться личным кабинетом в прежнем режиме. Жители не почувствуют никаких изменений. Квитанция останется той же самой, за исключением наименования квитанции. Пункты приема те же самые. Все, как было удобно жителям, так и будет. Клиенты смогут позвонить на телефоны колл-центра. Они будут размещены на сайте КВЦ, бывшем, будущем, РГМЭК. Также на сайте будет четкая, ясная инструкция, как перейти на обслуживание в новую компанию. Удобство сохранится, изменится лишь качество предоставляемых услуг. Больше информации клиент сможет получить в одном месте. Специалисты КВЦ до конца года перейдут в штат Рязанской городской муниципальной энергосботовой компании. В настоящий момент сотрудники двух организаций постепенно проходят обучение для работы в единой унифицированной системе. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новый год уже совсем близко и, как известно, на этот праздник в России принято накрывать незабываемый стол, полный деликатесов и лакомств. Многие рязанцы уже сейчас задумались над тем, что приготовить и как красиво подать угощение. Некоторые уже успели посетить выставку-продажу «Икра и рыба Камчатская». Какой новогодний стол без красной рыбы и икры? Обилие салатов, в рецептуру которых входят эти ингредиенты, бутерброды, да и просто нарезка из морских деликатесов. Все это украшение новогоднего стола. К тому же наступающий год дракона рекомендуется встречать с акцентом на морепродукты на столе. Это самый благоприятный рацион. Готовиться к празднику можно заранее, чтобы в преддверии спокойно заниматься семейными делами. Любая рыбка из ассортимента выставки-продажи прекрасно хранится в замороженном виде. Покупала, кром года берем. Ну вот взяла икорки немножко, чавычку кусочек. У меня все лежит в вакууме заделанное. Вот это что, приехали, взяли. Кайсточку взяли, скажите. Ну взяли, господи, сейчас приедем, заморозим. Конечно, здесь очень вкусная, хорошая. Икру беру, это самое, чавычок копченая, очень бесподобная. Это вообще взяла бы еще чавычок малосольное, объедение. Я несколько-несколько раз беру. К праздничкам уже готовитесь? Да. Конечно, вся продукция, представленная на выставке-продаже, прекрасное угощение на праздничном столе. Малосоленое и копченое. Чавычи и белорыбец, а также палтус, тунец и омуль. Но постоянные покупатели настолько полюбили продукцию, что не пропускают ни одного приезда. А вы же к праздникам, наверное, готовитесь? Нет, ну почему к праздничку? Мы в середине, как говорится, покупаем. А кончится, так еще придем. Все правильно. Приятного аппетита. И вам с наступающим Новым годом. С наступающим. Белорыбец берем. Чувствую, к Новому году. И помягче, который. Чем нравится? Ну, вкусно вроде бы. К обеду или к вечеру немного нарежешь. Вот и все. Праздничное настроение витает в воздухе. Поторопитесь подготовиться к новогодним каникулам. Тем более, что работу выставки продлили до 31 декабря включительно у торгового центра «Премьер» икра и рыба «Камчатская». Бюджет Рязани на следующий год принят. Основные расходы на развитие городского хозяйства и социальную сферу. Об этом на своей страничке в соцсети написал мэр города Виталий Артемов. В 2024 году появятся две новые школы. В Семчино и Олимпийском городке. Остальные цифры в нашем следующем сюжете. Еще до начала рассмотрения основных параметров спикер Гурдумы Татьяна Панфилова сделала принципиально важную оговорку. Цифры нынешнего документа не конечные. Впереди солидные транши межбюджетных трансфертов. Наверное, поэтому дефицит бюджета в 620 миллионов никакую реакцию у депутатов не вызвал. Впрочем, по основным статьям дохода показатели действительно ниже прошлогодних. Общий объем доходов в 2024 году запланирован в сумме 16,8 миллиардов рублей. В 2025 году доходы составят 15,6 миллиардов рублей. В 2026 – 15,1 миллиард рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета на 2024 год предусмотрены в объеме 9,3 миллиарда рублей. Их удельный вес в общем объеме доходов составит 55,5%. Субвенции планируются в объеме 6,9 миллиардов рублей. Субсидии 2,2 миллиарда рублей. Дотации 211,5 миллионов рублей. Заложены средства на разработку проектно-смертной документации новой школы в микрорайоне ДПР-7. Нового корпуса школы 28 в Мервино, проектно-изыскательской работы для строительства новой школы в районе стадиона «Спартак». Стартует строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк». На капитальный ремонт школ средства ждут из федерального бюджета, своих же пока 128 миллионов. На сегодняшний день у нас уже определены две школы по капремонту. Это четвертая и пятая. Пятая, которая у нас освободится и переедет во вторую гимназию. Мы сразу же в апреле месяце, надеемся, что в апреле месяце будет сделано, мы сразу же полностью эту школу уберем и добавляем дополнительные места. Если мы решим вопрос со свободным лицеем, это по Произгоголе, то тоже будем тогда уже выходить, смотреть на ремонт этой школы. Но здесь уже придется идти не по НАСПроекту, не по областным программам, но придется уже рассматривать. Или мы будем ее делать из городского бюджета, добавление своих денег при дополнительном поступлении, или ее включать уже на 25-й. Кроме того, в бюджете прописана техническая экспертиза и проект реновации культурно-досугового центра «Октябрь». Будут дополнительно благоустроены Нижнеградской сад, Лыбецкий бульвар, Новополовская роща, сквер-маршала Бирюзова-Вканищева, Черезовские пруды и лесопарк. По программе инициативного бюджетирования будет реализовано порядка 50 проектов от горожан. Жалоба на несанкционированные свалки – одна из самых распространенных. Притом порой виноваты в их создании не только какие-то организации, сколько сами жители, которые решили не ввести мусор до свалок, а выбросить прямо здесь, на вроде бесхозной территории. Далее в сюжете расскажем, сколько таких свалок выявлено с начала года и как с ними борются. С начала года региональным Россельхознадзором выявлено 13 несанкционированных свалок общей площадью 8,7 гектаров. Это, кстати, больше 10 футбольных полей. Устраняли их, что называется, по старинке, через контрольно-надзорные действия, предписания и штрафы. Как итог, большая часть свалок – 7 штук – ликвидировано. Суммарно очищено 7,5 гектаров. В отношении вот этих оставшихся свалок в управлении принято полный комплекс исчерпывающих мероприятий. По результатам в 2023 году только было вынесено у нас 15 постановлений о привлечении лиц, субъектов, в данном случае владельцев этих земельных участков, на которых были выявлены свалки, на общую сумму 315 тысяч рублей. Все свалки, кстати, расположены на землях сельскохозяйственного назначения. Даже в управлении отметили, что если бы земли эти ввели в оборот, то вряд ли на них стали выбрасывать мусор. Потому, кроме штрафов, всю информацию об этих свалках передают в органы местного самоуправления, местную прокуратуру и прокуратуру природоохранную. Кстати, только в этом году по материалам управления Россельхознадзора инициировано 5 исковых производств. На тех земельных участках, где мы устанавливаем загрязнение, тяжелыми металлами, различными опасными веществами, часто очень бензопирен выявляется, какие-то там тяжелые нитриты, нитраты, вот это является уже загрязнением, это уже причинение вреда почве. И те земельные участки, на которых был установлен причинение вреда почве и в случае неисполнения предписания владельцам земельного участка, такой земельный участок может быть изъят. В топе по мусоркам Рязанский район, он самый густонаселенный. На втором месте Касимовский. Замыкает тройку лидеров Чучковский район. Кстати, не все владельцы семи ликвидированных за год свалок молодцы. Кому-то уже грозил штраф. А парочка из них оказались, наоборот, образцовыми. После профилактических мероприятий, так сказать, последнего китайского предупреждения, свалки убирали. Осталось еще шесть на площади 1,4 гектаров. Штрафы юридическим лицам доходят до 400 тысяч рублей. Сильное потепление не только превратило улицы из сказочно занесенных снегом в грязные и покрытые лужами. Теперь преодолеть приходится не только сугробы, но и водяные потоки. Однако это не самое страшное последствие капризов погоды. На многих крышах остались снежные наносы, которые в связи с плюсовой температурой стали очень тяжелыми и теперь представляют опасность для людей и их имущества. Ледяная глыба упала на новенький автомобиль ХВЛ. Припаркованная с вечера машина местных жителей не дождалась водителя буквально 15 минут. Результат – смятая напрочь крыша. Мы сегодня должны были ехать по диванам, причем тело еще много. И, к сожалению, не дошла такая внезапная и очень скорбная ситуация, что просто из дома вышли, накидали, чтобы с ними помогли к своему, пришли и, ну, не я так говорю, в шоке, потому что поставили никого-нибудь далеко от крыши, но, тем не менее, в общем, нет слов одни эмоции. На крышу, на крышу у нас в машине, можно сказать, нет, как я не сами видели, огромнейшая внятина. Помимо основных дел, которые существуют в нашей жизни, мы теперь должны еще потратить время на решение проблем, вставление иск в суд. И я надеюсь, что управляющая компания возьмет за это ответственность и ответит перед законом, перед жильцами этого дома. Потому что, ну, если бы не наша машина, на этом месте мог бы быть любой абсолютно человек, абсолютно живой. И после таких глыбин, ну, я не буду комментировать, что могло бы произойти. Эмоции владельцев автомобиля понять можно, как и размышления о том, что на месте их автомобиля мог быть прохожий. Как и здесь, на пересечении улиц Свободы и Затинной. Снежная лавина еще утром сошла с крыши, вырвав снег задержателей и поломала ветки дерева. Отсутствие пешеходов на нечищенном тротуаре – лишь счастливая случайность. Напомним, что наледь и тяжелые снежные лавины сейчас, вероятно, могут сходить с крыш повсеместно. Будьте аккуратны. На центральной площади нашего города появилась скульптурная экспозиция. Авторами проекта выступили Василий и Полина Горбуновы. А в работе помогали кузнецы. Проект удалось реализовать буквально за пару месяцев. Что входит в скульптурную экспозицию, расскажем далее в сюжете. Бронзовые лавочники – каждый со своим товаром. Мешки с колосьями, воробьи и самый настоящий екатерининский рубль. Теперь экстерьер торговых рядов украшает скульптурная композиция. Это подарок для рязанцев и гостей областного центра. Каждая деталь здесь – отсылка к истории нашего города. Идея проекта у рязанских скульпторов – Василия и Полина Горбуновых. Корни его истории с 2019 года где-то. Потому что впервые эти фигуры появились в проектах реконструкции площади Ленина. В 2019 году. Но тогда они не имели вид законченного такого решения. И в процессе реконструкции про них забыли. Про эти фигуры. Они были маленькие. Ну, такие декоративные элементы. Элементы декора. А в этом году решили вернуться к этой истории. Но уже в другом немножко формате. Торговая площадь с хлебными рядами. Именно так называлось это место по указу Екатерины Великой от 1780 года. Здесь ремесленники и купцы продавали все. От муки до рыбы. Кстати, по словам краеведов, документов о переименовании нынешней хлебной площади в площадь Ленина, как таковых нет. Да и в целом, по прошествию веков, назначение прописанной императрицы не особо-то изменилось. Просто перечень товаров стал шире в силу движущей силы прогресса. Композицию «Хлебная площадь» создавали в команде. Помогали местные кузнецы. Наши фигуры все-таки имеют вес. Их надо было на такую конструкцию крепкую. И поэтому мы применили здесь 16 миллиметров сталь. А ее внешний вид, он как-то подчеркивает наши торговые ряды. Есть здесь такая связь. И поэтому, конечно, первое – это чтобы надежная конструкция была. А второе – это элегантность, удобство, легкость. Место встреч, знакомств и свиданий. Авторы проекта уверены, что «Хлебная площадь» найдет отклик в сердцах людей и станет одной из любимых достопримечательностей областного центра. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Новый год с камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. С 18 по 24 декабря. Рязань, ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова